МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вместе с вами будем выбрать автомобиль для особого случая. И поможет нам в этом Евгений. Руководитель транспортной компании. Да, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, вообще, считается, что свадебный день – это тот день, когда обязательно должен быть лимузин. Без него будет праздник, не праздник. Расскажите, какие у вас? Сегодня представлены три автомобиля. Вообще, автопарк лимузинов очень большой. Представлены лимузины «Фантом», «Шевроле Таха» и «Хаммер Ашторой». Также есть еще «Линкольн Таункар», есть «Инфинити» и «Форд Экскёршн». То есть на любой вкус у вас есть любой, в принципе, лимузин. Да, любого размера. И не только на любой вкус, но и на любой цвет. Потому что есть также еще и черные лимузины. Хорошо, но не только о свадьбах сегодня мы будем говорить. Вот смотрите, если мне, допустим, нужен какой-нибудь представительский класс, или автобус, или ретроавтомобиль, вот в этом плане вы что можете предложить? Помимо лимузинов в нашем автопарке также имеется большой выбор автобизнес-класса и внедорожники премиум-класса, такие как «Кадиллак Эскалейт», «Лексусы», «Инфинити» и много других представительских марок. Также есть ретроавтомобили 55-го года выпуска. Это BMW и ГАЗ-21, как и знаменитым в фильме «Тёрная молния». Вот интересно, а ретроавтомобили кто заказывает? Ну, по каким случаям? Ретроавтомобили заказывают на свадьбы для фотосессии. Очень красиво получаются кадры. Какие условия? Вот что нужно для того, чтобы заказать автомобиль? Я просто приезжаю к вам в офис, да, плачу деньги, всё. Выбираете автомобиль по каталогу, либо в наличии. Мы с вами заключаем договор. В договоре прописывается дата мероприятия, если известно, время подачи и адрес подачи автомобиля. После этого машина будет за вами забронирована. Примерно по стоимости сориентируете, от скольки до скольки можно выбрать автомобиль? На автомобиле бизнес-класса ценовая категория от тысячи до полутора, внедорожники премиум-класса от полутора до двух. И если речь идет о лимузинах, от двух до пяти тысяч в час. В час цена зависит от количества часов. Так, если мы говорим о свадьбе, как всегда молодожены хотят как-то украсить свои автомобили. Это могут быть кольца, медведи. Выбор украшений у нас очень большой. Для этого поехали к нам в офис. На лимузине, я надеюсь, мы поедем? Конечно, на лимузине. Я выбираю вот этот. Можно на вот этом? Да, поехали. Евгений, а что общего и чем отличается уборство лимузинов? Внутри. Лимузин у нас отличается только по вместимости, по размерам. Ну и, собственно говоря, от этого и зависит цена. Чем больше лимузин, тем он вместимый, тем он будет подорожать. Здесь сколько помещается человек? Данный лимузин Chevrolet Tahoe, он идет вместимостью комфортабельно 15 человек. Есть и больше лимузин Hammer, он идет вместимостью 20 до 25 человек. Все наши лимузины имеют бар с бокалами, фужеры. Значит, этим можно пользоваться. Нужно здесь отсеки для шампанского, очень крутая подсветка, светомузыка, управление музыкой. Выпустим Кристинку. Крис, выходи. Опа, спасибо. Так, ох, сразу сколько всего вижу. Мне кажется, молодожены, когда к вам приходят, они вообще немного в растерянности. Они просто хотят, чтобы было все красиво. А вот по какому принципу вообще составляется свадебный набор? В первую очередь, мы с молодоженами определяемся их тематикой свадьбы, цветовая гамма. И от этого мы уже предлагаем из большого выбора украшений по их параметрам. Костя, ну выбирай. Выбирай. Цветовая гамма. Так, ну мне кажется, я сразу вот заприметила вот этот набор зеленый с белым. Мне кажется, вот этим летом это вообще будет самым популярным. Я, можно, возьму? Конечно. Сразу давайте составим, то есть что это, и как это правильно называется? Кольца? Кольца и большая клумба на капот. Это вот рядышком, да, с ней стоит сразу же? Это большая клумба. Вот это уже готовый набор. Это готовый набор. Такая вариация. В подарок также мы делаем бутынерки на ручки к этому комплекту. Ну, в принципе, так и ко всем. Это ставится наверх. Это ставим на крышу. Дима, осторожно. Как-то так, наверное, да? Сейчас, секунду. Так, а это сбоку. Ну, тут все идет на присосках, да? Справа или с лево, как правильно? По идее, лучше с пассажирской стороны. С другой стороны, да? Мне нравится вот такой стойганый, да. А можно как-то вот заранее прикинуть, как будет смотреться тот или иной набор на машине? На нашем корпоративном сайте мятапрокат.рф есть конфигуратор, где можно выбрать из 99 комплектов вам более понравившийся набор. И самостоятельно там это все скомпоновать. И самостоятельно украсить машину. По картинке, да. Есть ли какие-то скидки в этом сезоне? Может быть, акции? Скидка зависит от количества часов. То есть, как пример, если вы заказываете на 2 часа либо более, то скидка 16,5%. Если заказываете на 6 часов, то скидка будет 33%. Вот как я прильнул к этому теплому капоту. Хоть еще раз женись, как говорится. Евгений, спасибо вам большое. Спасибо большое за экскурс. Интересно.